Событие, ради которого мы с вами оставили дома сегодня, наши дела все, домашние, бытовые. Событие это выходит за пределы нашего человеческого сознания. Событие, когда мы сегодня читаем в текстах об этом событии, мы до конца не понимаем, что происходит. И, наверное, если бы мы сумели себя как-то, ну, заставить, мотивировать, погрузиться в это событие, мы это не сможем сделать. Это так, как в детстве и в юности мы смотрели с вами летом фильм о Зое Космодемьянской, которую немцы водили по снегу, раздетую. А как мы летом смотрим, как мы можем это понять? Мы же не можем этого понять. Пойдите, скажите. На сегодняшний день мы говорим с вами, что мы живем в 2015 году от Рождества Христова. Значит, произошло какое-то событие вселенского уровня и вселенского масштаба. И, на самом деле, творение вот этого мира нашего Богом, творение человека для этого мира, оно вселенское событие. Бог не творил человека, чтобы он работал кузнецом или на шахте работал. Он не творил для этого человека. Бог сотворил человека для вселенского действия. И человек вмещает в себя все растительные царства, минеральные царства, животные царства. Человек вмещает в себя все, что есть в этом мире. И он должен управлять всем этим миром на вселенском уровне. Такая цель о человеке была поставлена Богом-творцом. И планета наша уникальная планета. И мы пока еще не знаем, есть ли подобные нашей планете во вселенной другие места, где могут также жить подобные нам люди, которых тоже сотворил Бог, пока еще никого не нашли. Чтобы вернуть человека в первозданное качество его природы, в святость, человек должен быть только святым, только святым, потому что Бог святой. Вот родитель человека святой. Если у человека родители алкоголики, они рождают алкоголика. Если воры – вора. Если клеветники – клеветника рождают. Если нас сотворил Бог изначально, Бог, мы обязаны быть святыми. Природа наша святая. Сегодня это ушло из нашего понимания. Ушло из нашего сознания. Ушло это из образования сегодня. Человек обязан быть святым. Зачем мы пришли в Церковь Божью, чтобы снова стать, как люди, святыми? Не как столевары святые. Не как кузнецы святые. Они профессионалы. Это совершенно другое дело. Мы, как люди, должны быть святыми. Функция наша другая на земле и во вселенной. И когда тот человек, первый человек, которого сотворил Господь, Адама и Еву, когда эти люди согрешили, заболели грехом, нарушили заповедь Бога, их природа повредилась. Они стали питаться, пищу другую есть. Они стали другими делами заниматься. Природа стала чувственная и телесная. Что такое кожа, ризы кожаные Господь им дал? Природа, кожа другая стала. Тело уже другое у нас стало. У Адама и Евы другое тело было изначально. И мы знаем, когда человек достигает святости, такие преподобных, мы знаем, преподобных отцов, которые достигли святости, люди, когда видели их, говорили, это земные ангелы небесные человеки. Это земные ангелы. А мы земные ангелы, 220 килограмм веса. Поэтому на сегодняшний день нам нужно вот это понять. Все, что есть в истории церкви, все было предсказано и все реально. Все реально. И когда мы с вами недавно читали о благой вести, которую принес архангел Гавриил Деве Марии, там сказано точно совершенно, по обручении. 14 лет исполнилось Деве Марии, она была в Иерусалимском храме. 14 лет. 14 лет ее обязаны выдать замуж. Ее отдали под патронаж старика Иосифа, ее дальнего родственника, у которого в это время умерла жена, но остались дети. И когда мы читаем в Евангелии Христу говорят, что вот пришла твоя мать и братья твои, это не его братья по крови. Это дети Иосифа от первого брака. Все точно совершенно. Смотрите, между обручением и сочетанием только обручились они еще, они еще только обручились. Во всем был период, время, все точно говорится. И она из Иерусалима уходит в Назарет. Все, в Назарете они живут. Является в это время, Архангел говорил, по обручению их, еще обручение. И вдруг через некоторое время Иосиф узнает о том, что она беременна. Как беременна, когда они не жили? Как может быть такое? Что решает Иосиф? Иосиф решает отпустить ее сказанно, потому что он был праведным человеком. Отпустить ее, ну как же, она беременна. Он знать ее еще не знал, она уже беременна. и он решил отпустить ее. И он только внутри себя решил это сделать, только еще решил. Смотрите, мы иногда о чем-то только подумаем еще. Оказывается, уже ангелы знают это. И он решил отпустить ее, то есть нарушить план Бога. программу Бога нарушить решил. Что делает Господь? Посылает Архангела Гавриила. И он ночью, сказано, во сне к нему приходит и говорит, не оставляй жены твоей. Она зачала от Духа Святаго. От Духа Святаго. Совсем другое, вообще другое понимание зачатия, совершенно другое понятие. Дух Святой нашел на нее, сказано. То есть Бог нашел на нее, потому что Бог есть Дух. Бог это не дедушка с бородой. Бог есть Дух. Он в Духе Бог. и он нашел на эту Деву Марии. Дух Святой сказано. И в ней Бог, представьте себе, с ней беседовал архангел Гавриил, если бы сейчас ангел появился здесь, в храме, мы все умерли, мы мертвыми стали бы. Мы не выдержали бы это. Когда Божьей Матери явится Сергию Радонежскому перед его уходом из этого мира, она ему явится и будет с ним беседовать, Сергий Радонежский пригласит своего ученика Михея. Он говорит, сегодня вот увидишь такое, но Михею он не сказал, что. И когда явилась Божья Матерь с апостолами, Михей опустил глаза вниз, он готов был провалиться сквозь землю, и потом он скажет Сергию, еще бы мгновение побыла Божья Матерь, я умер бы, умер бы. Понимаете, умер бы, не вынести невозможно, это вынести невозможно. И здесь видите Иосифу, Иосифу, ангел явился во сне, потому что он бы не выдержал тоже, его духовность была другая, а Дева Мария легко разговаривала с Архангелом Гавриилом, легко, потому что она с детства уже была введена в храм Иерусалимский, и к ней все время являлись небо-ангелы, даже пищу ей приносили, беседовали с ней, она привыкла к этим общениям. Для нас сегодня живущих это кажется как сказка, а это реальность совершенно была. Ангелы общались с людьми очень близко. И когда тот же ангел, Архангел Гавриил беседовал с Захарией, Захарий беседовал с ним, единственное, что Захарий не поверил, что у нее родится сын, потому что он старый, дряхлый старик был. И такая же была супружница Елизавета. И Архангел говорил и говорит ему, за то, что ты не веришь, что родится, будешь немым, пока не родится у тебя сын, назовете его Иоаннов. Смотрите, тот же Архангел беседует с родителями Девы Марии и тоже им то же самое говорит, что будет у вас дочь, назовете ее Марией, какая дочь, когда они старые, дряхлые люди. Они не могут уже родить. Они даже об этом уже не помышляют. И здесь Архангел говорил, беседую с Девой Марией и говорит ей о том, что Дух Святой найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. Нам это непонятно совершенно. Нас лишили этих знаний, нас оторвали от Бога, оторвали от неба, оторвали от книг, которые мы обязаны читать с детства. Все мы в таком положении. И когда это все совершается, когда Иосиф уже все увидел ангела во сне, и ангел ему сказал о том, что оставь, все идет по Божьему промыслу, по Божьему плану, по Божьей программе идет все. Иосиф успокоился, все. И в это время совершается нечто, посмотрите, в одно мгновение совершается нечто. Кесарь, Август сказано, издает указ о том, чтобы совершить перепись населения. Где живет Дева Мария и Иосиф, где они живут? В Назарете, они живут в Назарете. Но оказывается, каждый должен пойти записаться перепись населения в тот город, из которого этот человек. Если ты колено Давидова, иди в Вифлеем. Другое колено, другое место идет. Точность совершенно. Вот это будет потом такое недоумение будет. Все будут считать, что Христос родился в Назарете, он же из Назарета сказано. И будут путать и говорить, ну что вы, из Назарета не может быть. Потому что пророки, которым Бог открыл, что нужно сказать еврейскому народу, чтобы они знали это, что родится Мессия, родится в Вифлееме. И вдруг Христос все время провел до выхода на проповедь, до 30 лет жил в Назарете, говорит, ну как же, он в Назарете жил. Это же ошибка, в Назарете не может родиться Мессия, он должен родиться только в Вифлееме. Смотрите, как точно. И когда в Иерусалиме появляются во дни Ирода, Ирод царь был, появляются волхвы, мудрецы Востока, мудрецы Востока, мудрейшие люди из Месопотамии, которые не только занимались землей, но еще следили за небом, что на небе появляется, какие-то новые знамения, знаки какие-то, и вдруг они увидели вот эту звезду, ну будем говорить, что это комета, будем говорить, что это комета, потому что кометы неожиданно врываются в наше пространство, откуда приходит, никто не знает, и куда они потом уходят, никто не знает. Это не так все просто, как кажется, и здесь сказано, что звезда шла впереди их, и они шли за ней, понимая, что звезда что-то им должна показать. Есть такие знания, что когда комета появляется в нашем пространстве, то какие-то события новые начнутся, что-то она извещает кометы. Все кометы имеют даже свое название. Например, есть комета Кагоуток, переводится петух и другие названия комет. И вот здесь звезда шла впереди волхвов, и она пришла к Иерусалиму. И эти волхвы мудрецы, мудрейшие люди Ироду открыли о том, что звезда идет, что событие должно произойти большое. Ирод, который был царем здесь, устрашился. Все точно и подробно описывается. Он устрашился, потому что он услышал от них, что родиться кто-то должен, что-то они должны предвозвестить. И тогда сказано у Матфея, у апостола Матфея сказано, что он собрал всех первосвященников, собрал книжников, собрал людей, кто знает, что это за тайна такая. И говорит, где должно родиться царю иудейскому? Они говорят, в Вифлееме. И тогда Ирод говорит этим волхвам, идите в Вифлеем, если вы узнаете о том, что там родился на самом деле, вот как звезда показывает, некто скажите мне, придите об этом. Он боится, что царь иудейский должен родиться. А здесь он царь, посланный от Рима. Потому что Иудея была под началом Рима. И тогда волхвы отправляются дальше из Иерусалима в Вифлеем. Потому что звезда их ведет. А уже здесь идет перепись и сюда уже пришел Иосиф с Марией. Все, они уже здесь. Теперь маленький момент. Они должны остановиться в гостинице. Места нет. Такое огромное количество людей прибыло в Вифлеем. Огромное количество людей. Пришли к родным, близким, не у кого остановиться. Все забито. Все. Нет места. И в это время нужно ей рожать. Ей нужно рожать в это время. Нужно место найти где-то. Ну, где рожать? Где? В каком месте? И находится место, где пастухи оставляли свои животных, когда дождь шел и сами находились. И вот здесь, в этом месте, в этой пещере, в этом вертепе для животных, для отдыха животных, они оказываются. Но где они оказываются? В Вифлееме. Как и сказано об этом пророками, которые возвестили еврейскому народу, что родится здесь ваш царь, который спасет, упасет народ свой от греха. Вот это я хотел бы, чтобы вы понимали. Когда мы сегодня читаем нашу историю, она так плохо прописана, очень плохо прописана история наша, столько путаниц. За эти 25 лет перестройки более 200 учебников по истории для школ написали, более 200 учебников. Читайте, как разбирать нашу историю. А мы должны точно знать нашу историю. И до революции в каждом доме была история Карамзина, была в каждом доме у дворян была, и все ее знали хорошо эту историю. А те, кто не читал ее, передавали из поколения в поколение. О каждой местности, о каждом роднике, о каждом источнике, о каждой реке, о каждом лесе, о каждой поляне. Дети маленькие это уже знали. Как, что называется. даже знали места, куда ходить не следует. Я однажды пошел на лыжах в лес Московской области, часа четыре не мог выйти, хожу по кругу, выйти не могу. Все молитвы, какие знал, перечитал, все перечитал, мне было, наверное, 31-32 года. И потом, когда я вернулся, сказал местным жителям, что, говорю, вот я пошел на лыжах покататься и не мог выйти. говорят, ну, мы туда не ходим, там водит что-то, там что-то водит. Смотрите, вы видите, как люди, а в городе люди живут, что там, они понимают, где. Строят иногда школы на месте кладбища. Вот стоит, пожалуйста, у нас больница на месте кладбища. На кладбище стоит больница. Как? Как это? А вот это здание у нас рядом построено без фундамента. Фундамента нет. Стоит здание 300 лет уже. Фундамента нет. Потому что здесь копнуть нигде нельзя. Здесь ордынцы два раза сжигали дотла весь город. И куда ни копни, везде кости, везде люди. Это же не просто так. Как село рядом называется? Черепово. Все, что нельзя было здесь уместить, похоронить, в село Черепово отвезли. И там похоронили. Назвали село Черепово. Черепа хранили там. Поэтому сегодня мы обращаемся с вами к величайшему событию. Теперь кто здесь участвует в этом событии? Волхвы, звезда особая, которая ведет их сюда, этих мудрецов Востока, особых людей. Теперь кто еще участвует в этом? Ангелы сказано, что ангелы явились пастухам и известили им, чтобы они шли на то место, где они знают о своем месте. Они здесь, это их место, это их вертеп, это их пещера, где они скрываются и сами от непогоды, и животных. Идите туда, посмотрите, что там происходит. Мессия родился, тот, о котором говорили пророки, и они пришли и увидели все это. Ангелы сказано славили Бога, что он родился. Ангелы славили. Здесь находятся мудрецы, здесь Дева Марии, которой явился архангел Гавриил, на которую Дух Святой нашел. Бог родился на земле в образе человеческом. И мы с вами сегодня все оставили, чтобы присутствовать здесь, чтобы быть свидетелями этого, чтобы нам самим это знать и передавать это нашим детям, внукам, родным, близким, те, кого еще это не тронуло событие, еще кого не тронуло это. Когда вам будут говорить, что я не верю в Бога, когда вам будут говорить об этом, то вы скажите, а вы точно знаете, что Бога нет? Вот почему вы не верите? Вы знаете, что его нет? Это очень важный момент, и вам никто на это никогда не ответит. Но то, о чем мы говорим, то, во что мы верим, все прописано точно и ясно. Этого нельзя придумать. Этого выдумать нельзя. Где сегодня боги Рима? Нет их. Где боги Греции? Нет. Где боги Египта? Нет. Где боги Шумер? Нет. Их и не было. То, что они верили деревьям, верили животным. И дальше сказки придуманы. Все, сказки распались. А здесь мы прикасаемся с вами к реальным вещам. Бог сотворил этот мир и человека. Этот человек не устоял свободе и пал. Через это повредилась природа человека. теперь бог желает, чтобы мы снова вернулись в это качество, чтобы мы снова стали святыми. Так и говорит Господь, чтобы в основании закона для еврейского народа положили, будьте святы, как и я свят, Господь Бог ваш. Снова станьте такими же святыми. Можно это сделать или нельзя? Можно. это можно сделать. Для этого Господь дал церковь, где есть догматы, где есть священное писание, где есть пророчество, где есть таинство, где есть церковная дисциплина. Все, здесь действует Дух Святой, здесь действуют ангелы, действуют, здесь действуют святые, действуют, здесь действует сам Господь, действует, вот как складывается наша вера когда мы уверуем во все это тогда мы по-другому будем относиться к жизни тогда мы по-другому будем относиться ко всему нужно не просто верить если мы говорим что мы верим в это надо жить по этому закону надо жить в этих заповедях надо жить в этих таинствах надо жить в этом богослужении надо жить в этих молитвах надо жить в этих постах потому что это не людьми придумано а богом вот это самое главное и так действие свершилось и сегодня очень важно то что мы пришли с вами сегодня на службу и мы священники сегодня уже в белых одеждах а ночью сегодня уже будет створиться это как воспоминание всего но мы сегодня присутствуем вот сейчас все это сотворилось и евангельский текст нам от луки от апостола луки точно нам говорит что произошло и мы участники этих событий вместе с ангелами вместе с иосифом вместе с девой марии мы с вами сегодня участвуем в этом и дети наши участвуют и взрослые участвуют и женщины и мужчины и местные жители и гости которые к нам приехали все мы здесь участвуем а где у нас ангелы сегодня здесь ангелы это хор хор славит бога благодарит бога и просит бога от имени всех нас мы должны петь были бы но поют они и показывая что ангелы славит бога откуда у нас это это у нас от пророка исаи когда ему было показано царство божие он увидел как ангелы славит бога день и ночь так и служба в церкви совершается каждый день постоянно то есть люди продолжают славить бога бесконечно поэтому сегодня я желаю чтобы укрепилась наша вера а вместе с нашей верой появилась нас радость что господь нам приоткрыл такое о чем нам не говорили ни родители ни учителя не преподаватели когда мы учились в профессиональных учебных заведениях поэтому сегодня величайшие события о котором господь нам напоминает каждый год чтобы вера наша была непоколебимой богу нашему слава во веки веков аминь